МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Председателя Приморско-Куйского сельского совета Леонтия Чупрова знают не только в его родном поселке Красное. Знаком он и многим горожанам среднего возраста, так как в конце 80-х, в начале 90-х трудился в редакции окружной газеты Нарьяна Вендер фотокорреспондентом. Его детство, как и детство многих сельских северных мальчишек, было связано с тундрой. И не просто пейзажами ее, а настоящей оленеводческой работой там. С началом школы каждое лето в тундре дядя Вася, брат отца Чупров Василий Леонтьевич и жена Чупова Мария Яковлевна, у них своих детей не было. И поэтому со второго класса практически до 8-9, это каждый год тундра с ними. Тебе получается где-то лет 7-8, и все, 4 оленя, сани, собака. И все, ты полноправный, как говорится, член этой бригады. Доверяли ее ружья. Понятно, что 12-й калибр, 16-й он унесет, но мелокалиберная винтовка, несколько патронов при себе тоже всегда была. Тундра тундрой, но образование тоже надо было получать. И в школе, благодаря своей любознательности и хорошей памяти, Леонтья учился легко. Особенно запомнились ему учителя физики и химии. Все вспоминались благодарностью, все выпуски всей школы, все, наверное, ребята школы. Стыдно было не знать физику. Учил Пенисской Николай Андреевич, такой был учитель, учитель-то по призванию от Бога. Сейчас он, потом долгое время он возглавлял по тех училищах Селедвинске. Селедвинский, может, до сих пор возглавляет. Он учил физику на примере жизни, строго, но ребята знали физику все. Химия, Селивёстов Алексей Фёдорович, тоже получить 5 по химии, если ты за всю жизнь раз по химии 5 получил, это можно сказать, что ты химию уже практически знаешь. Однако Леонтья больше притягивали гуманитарные предметы. Он многое с интересом читал. И теперь его поражает, что школьники очень редко берут книжки в руки. Я себя удивляю, что дети вообще не читают. Это какой-то бич, знали по своим детям, по другим, жалуются. Дети перестали читать. Я на тот момент и сейчас понимаю, что все знания всё-таки от книги. Прочитанное, оно запоминалось, потому что вот в этом году, на 9 мая, был конкурс читцов, так скажем, патриотических военных стихотарений. И я вспомнил стихотарение «Балладу о детстве» Владимира Семёновича Высоцкого. Час зачатия, я помню не точно, значит, память моя однобога. Но зачат я был ночью порочен, и явился на свет не до срока. Я рождался ни в муках, ни в злобе. 9 месяцев – это не лет. Первый срок отбывал я в утробе. Ничего там хорошего нет. Спасибо вам, святители, что плюнули-дудунули, что вдруг мои родители зачать меня задумали. В те времена укромные, а теперь почти блинные, когда срока огромные были, этапы длинные. Их брали ночь зачатия, а многих даже ранее. Но вот живёт же, братья, моя честная компания. Особое место, как и в судьбах многих мужчин, у Леонтия занимает служба в армии, в войсках Северного флота. Место службы – знаменитый полуостров Рыбачий. А волны и стонут, и плачут, и бьются о борт корабля. Растаю в далёком тумане, Рыбачий, родимая наша земля. На флоте упоминание слова «армия» – нет, надо говорить «на флоте». Всегда на флоте, да. Так же, как баночка, стул, кубик, казарма – тоже недопустимые заменения. Сапоги, ботинки – это всё строго тогда было. Примечательной оказалась первая поездка в часть, где ему предстояло служить. В расположение у Чепки за ним приехали два морских пехотинца и, посадив новобранца в Кунг, двинулись в обратный путь. Ехали, 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 ехали. Понятно, в Кунге я там сижу, что-то болтает, дорога, дорога. Куда едем, чё едем? Никто ничего не объясняет. Это особенность армии и флота. Тебе ничего не… Ты должен сказать «да» и ехать. Надеяться, что тебе повезут нужное место. Дальше началось самое интересное, что когда машина остановилась, открылась дверь, и туда залетела граната немецкая. Вот просто тупо. Вот на пол бросили немецкую гранату. Я слышу какие-то разговоры в кабине там «Да, Кайта, зачем ты? Да пусть лежит!» Едем дальше. Я так вжимаюсь в самый дальний угол, куда можно вжаться в двухметровом Кунхе, а она там болтается у порога. Немецкая граната, помните, как в фильмах, да? Это как банка из-под гущенки с деревянной ручкой. Вот в отличном состоянии. Едем дальше. Открывается, залетает новая граната. Ну, уже без ручки. Просто болванка. Потом машина глохнет. Водитель говорит «Да мы с тобой взорвемся, к чёрной бабушке там!» Ну, сказано немножко другими словами. «Давай, остановимся, Чай!» Я выхожу, и я понимаю, что я попал в какой-то сюрреалистический мир. То есть я выхожу, и я понимаю, что я на съёмках какого-то фильма о Великой Отечественной войне. Километры колючей пророки. На земле валяются горы, гильзы снарядов, ящики из-под миномётов, красивейшее внизу озеро, на дне которого лежат пушки. Кругом каски немецкие. Ну, они ржавые, поломанные, как бы, вот, волосы дыбом. И ребята достают из Хунка там чайник, как бы, это всё-всё. И начинают объяснять, что еду я на полостов рыбачий, что это перевал средний между материком и Ростовиси. И вот тут была война. Несколько позднее Леонтий объехал эти края, собирая фотоматериалы для музейных экспозиций, где живым свидетельством тех сражений сегодня только то тут, то там стоят памятники с фамилиями павших здесь героев. А вот когда подходишь к памятнику погибших и начинаешь читать, и понимаешь, что тут половина Ненецкого округа, вот тогда ещё в те годы я начал интересоваться этой историей, как бы, понимая, что здесь очень много наших. Вот с этой мыслью я периодически она возникает, живу, что-то делаю. И в Красном мы решили, единственный, наверное, в Ненецком округе, который изменили статус памятника, который стоит в посёлке Красном, везде были памятники погибшим участникам Великой Отечественной войны. Ну а те, кто вернулся с войны и умер потом, их на тех памятниках нет. И когда-то было у нас принято решение внести в списки, изменить статус памятника, сделать памятник участникам Великой Отечественной войны, мы пошли ещё дальше. Мы собрали всех погибших от Варандея до Никицы. По побережью весь Варанде и по печоре, получается, наша сторона до Никицы. И на этот памятник, благодаря Лукиной Марии Семёновне, Тамаре Прокоповне Патовой, вот всем, кто неравнодушен, как бы очень на это ушло много работы. И у нас сейчас там 360 с лишним фамилий. И Леонтий не оставляет своих исследовательских трудов. Недавно в газете «Выбор НАО» был опубликован исторический очерк о том, как ветеран-фронтовик Фёдор Семёнов попал на одну фотографию со Сталиным, когда тот был у них на корабле. И такой интерес к истории, в частности военной, у Леонтия не только, что называется, по зову души. До сих пор даёт о себе знать и репортерская закалка. Ведь до службы и после её прохождения Леонтий работал фотокорреспондентом в окружной газете «Нарьяна Вендер». И даже получил специальное образование в полиграфическом училище Уфы. Это было единственное училище в Советском Союзе, которое готовило фотокорреспондентов. Ни один московский вуз, нигде нельзя было получить диплом фотокорреспондента. Это было единственное училище в Советском Союзе. Оно готовило фотокорреспондентов уровня районных, многотиражных, заводских газет. И все люди, которые поступали, они должны были быть с направлениями редакции газет, с рекомендацией обкомов, окрисполкомов, окружкомов, партий и всего там, обязательно комсомольцам и всего-всего. И вот экзаменов практически не было, главным экзаменом это собеседование. Сидит уважаемая комиссия, потом я знал, что это наши педагоги, и заходят, откуда? С Норенмара. И лица комиссии меняются. А, нужно было предоставить свои работы. Я предоставил работы, ну, соответственно, нашей природы. Ну, понятно, снимки черно-белые, как бы выполнены любительским способом. И там было несколько снимков. Эдита Пьеха в одной из наших оливерситетских бригад выступает. После окончания училища он пришел работать в Нарьянку, так как направление на учебу получал там. Первым человеком, который встретился мне в калидоре, был Алексей Ильич Печков. В своей неизменной офицерской рубашке, так скажем, рутинной походкой, он прошел мимо меня по калидору. И мы одновременно с ним повернулись друг на друга. Он вернулся, сказал, кому? Я сказал, ну, вот мне главного редактора нужно. Он сказал, это сюда. Завел в кабинет, сам не ушел, встал тут рядышком. Потом он мне рассказывал, ты мне тоже, говорит, сразу понравился. Я понял, наш человек. Своим человеком сразу признал его и ведущий фотокорреспондент тех лет Сергей Бычехин. Человек щепетильный и эмоциональный. Ужиться с ним было непросто, но Леонтий еще тогда проявил все свои дипломатические способности. Очень энергичный, очень громкий человек. Я учился у него многим вещам и общения, и по профессиональной какой-то деятельности. Я хочу сказать, что все корреспонденты, которые там работали, это все были, всех могу назвать своими учителями. И не только корреспондентов, и корректоров, и всех. Вот коллектив был очень дружный. Газета была единственная, да, как говорится. Пусть не было конкуренции, но вот цели и задачи показать округ, показать труд людей, особенно показать труд людей. Рубрика «Люди земли Ненецкой». Это была наша любимая, как говорится, фотография хорошего человека в хорошем исполнении. Но исполченная на электрогравировальном автомате, на котором еще, как я говорил, Сталин листовки печатал. Задача Сергея Никифоровича была достать лампы для него. Это была тоже архиважная задача, которая решалась. В работе корреспондентов и тогда, и сейчас временами случаются досадные недоразумения. Через них проходили многие. Кто-то даст информацию от лица человека, который уехал или скончался. Припишет достижения доярок или оленеводов. Кто-то рыбаков с одного участка перекинет на другой, где уже не ловят никакой рыбы. Свой такой случай помнит и Леонтий. Помню, пришел фотографировать хайверская экспедиция, у них стояла пилорама. На кольце сидят мужики. Мужики, работаете? Работаю. А что, обед? Все, никого нету, снимки нужны. Ну, давай-давай, сфотографируем, сфотографируем. Все-все-все, в газете хорошо трудятся. Оказывается, они уволены по 33-й, пришли за расчетом. Ну, иди, редактор, иди руководству, объясняй, извиняйся. Тогда в газете, кроме всем известного классика ненецкой поэзии Печкова, работали и другие творческие личности, которые только начинали делать свои первые шаги в большой литературе. Вот три книжки Шенгина Сергея Леонидовича «Один не ходи», «Тропа в завтра», «Розовые штрихи». И они все выпущены в один год. Это вот за один год корреспондент газеты, творческий человек. Вот он издавал, вот они все 90-го года. Все подписаны Леонтьей Благодарностью. При том, что мое участие в это изготовление обложено для этих книг на этом электрогравировальном автомате. Иллюстрированы Надеждой Лучейской. Да, я помню, когда Надя вот это все делала, а потом она уехала в Польшу. И фотография, и краеведение – не единственное его увлечение. Не многие знают, что Леонтьей Михайлович владеет и уникальной техникой бисероплетения. А созданные им полотна, хоть и скромные по размерам, выполнены с такими изяществами-мастерством, что могут легко украсить любую коллекцию подобных работ самого высокого уровня. Это не вышивка, это плетение, без иголки, без нитки, это леска и бисер. Два конца лески берешь, много-много бисера, и, соответственно, в определенном порядке нанизываешь, 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 и получается. Вот это вещь, например, из такого триптиха стихии, вот это стихия земли. Это медвежья лапа, которая плотно, всегда стоит плотно на земле, вот она у меня символизирует землю. Вот материал дерева, кожа, металл, шелстяная нитка, бисер. Эти своеобразные работы экспонировались не только по нашим деревням и в городе, но побывали и в Москве. Была ярмарка распродажа, я был сидел единственным из всех субъектов Российской Федерации, который их не продавал. Народ спрашивает, а что ты сюда придешь продать-то, они для заработка. Я говорю, да мне не надо продать-то, я хочу, чтобы посмотрели. Тоже удивлялись, как бы, как бы, при том, что еще мужчина там делает, как бы. Ну, это гелл нашего Ненецкого автономного округа, да, в таком нетрадиционном исполнении, так скажем. Ну, тоже вещь такая экспектабельная, можно повесить где-то в кабинете, как бы, да. Особенность в чем? Свободного места вот в этой картине ровно столько же, сколько и бисера. Вот видите, у каждого бисеринки есть дырочка, да, и получается, свободного места – это растровое изображение. И люди с различным зрением видят здесь совершенно разные вещи. Вот некоторые здесь ничего не видят, они видят какие-то пятна. Некоторые видят, стоит дом, растут цветы, допустим. Но когда им говоришь, что тут медведь и собака, они наводят свою оптику, как бы, хоп, точно да. И в заключение беседы мы попросили Леонтия Чупрова, председателя Приморско-Куйского сельского совета, выразить свои пожелания землякам, и вот что он сказал. Те отношения, которые между людьми, между знакомыми, незнакомыми, которые завязываются буквально в течение одной беседы, одного общения, какого-то одного интересного дела, вот чтобы они в округе сохранились, чтобы не было вот этого отчуждения «мы свои, мы не твои». Вот хочется, чтобы любили, берегли хрупкую природу, ну и не забывали историю, продолжали ее, ну и делали все, чтобы округ процветал, чтобы округ оставался самостоятельным. Состоятельным субъектом, голодным, независимым, богатым.